Улыбнулся, и Шилы Попада говорит, что он сочувствовал горю своей жены, но при этом не переставлял удивляться, как велика привязанность обитателей Томира к своим близким. То есть вот эта улыбка была как раз вызвана тем, что он как бы удивился силе иллюзорной энергии, которая действует на всех, кто находится в этом материальном мире, и даже такие возвышенные души, как Адити, фактически она мать олицетворенной благости, полубодия, пребывающая в гуне благости, это олицетворение о гуне благости, и она их мать, и вот даже на нее действует иллюзорная энергия. Это лишний раз говорит о том, что нельзя успокаиваться даже на гуне благости. И сейчас самое время вспомнить контекст, в котором происходит эта история, и о чем говорится вообще в «Восьмой песне», чем учит нас «Восьмая песня». в предыдущих многих лекциях, которые уже были, мы обсуждали, и я вспоминал вслед за своим гуру, что в «Восьмой песне» иллюстрируются принципы Шаранагати, то есть предание себя Господу. И фактически Шаранагати должно стать нашей ежедневной саданной, то есть особенно, ну как бы, ну там все очень сильные такие положения, которые хорошо знать. Первые два положения — это принимать все благоприятное для преданного служения, отвергать все неблагоприятное. Фактически мы все время по ходу нашей жизни, по ходу нашей саданы, встаем перед выбором, что делать, как делать, какие поступки совершить, какие не совершать, это все очень актуально для каждого живущего, и для преданных в том числе. То есть получается, что фактически Шаранагати — это наша садана. принимать интересы Господа как свои собственные, не иметь интересов отличных от Господа, принимать Господа своим Господином, полное предание себя Господу, Атма-Неведанам и смирение, полное смирение. И это, в общем-то, очень хорошая практика для Баджанакрии, для этапа Баджанакрии, когда мы приняли Гуру и стараемся следовать его наставлениям. И это как раз то, чему учит Восьмая Песень. Как же перейти от нашей, пусть благочестивой, обычной деятельности к преданному служению? Актуальный вопрос для нас? Да, очень актуальный. И можно вспомнить, что в шестой песне Кашиапа Муни, он уже сталкивался с подобной проблемой, причем еще в более, так сказать, усиленном таком варианте, с Дити. Когда Дити, после того, как Господь Вишну расправился с обоими ее сыновьями, тоже, видите, была жена, тоже сыновья, привязанность. Мы не будем сейчас вспоминать, как эти сыновья Хиранья Кашипу и Хираньякша были зачаты. Это тоже такая история, когда сам Кашиапа как бы повел себя не лучшим образом, он тоже поддался влиянию этой энергии. Но тогда Дити попросила его тоже что-то сделать. То есть она себе нарисовала, что если муж ее благодетельствует, она ему там начала служить очень хорошо. И он дал очень неосторожный обет, я выполню, ну, как пообещал ей, я выполню любое твое желание. И она говорит, пожалуйста, дай мне сына, который убьет Индру. Потому что она подумала, что Индра в этом виноват. И защищая Индру, Вишну убил ее сыновей. И он пожалел о том, что ей дал это обещание. Но как бы виду не подал, на то он и мудрец, владеющий своими чувствами. И он дал Дити тоже, похожая ситуация была, дал наставление выполнять обряд Памсаваны. Там он длился год. И она должна была скрупулезно выполнять все то, что он ей сказал. А Индра, он следил за ней. И мы знаем, что это кончилось тем, что родились 49 марутов. То есть фактически они достигли положения полубогов. И такие сыновья у нее родились, потому что она их как бы вынашивала в состоянии исполнения враты. То есть занималась преданным служением. Ну и здесь тоже восьмой песне. Кашья Памунин дает своей жене Адити вот эту вот паеву рату. Она 12 дней. Но тоже смысл тот, что какие бы благочестивые мы ни были, если мы не обратились к преданному служению, фактически мы ничего не достигли. Это урок восьмой песни. И восьмой песне тоже было несколько историй. Пахтание Молочного океана. Слонга Джендра первый был. Они иллюстрируют вот эти вот мотивы предания. Вот тоже в Шаранагате последний пробиранный камень своего Шаранагате смирения. И восьмая песня учит, что так или иначе все должны предаться. И смирение — это неотъемлемая характеристика, одна из главных характеристик предания. То есть если у нас нет протеста внутри, если мы предаемся гуру, если мы перестаем критиковать внутри, перестаем бороться с Господом, который проявляется у нас в жизни как обстоятельство, в которое Он нас помещает. То есть Он нас помещает в обстоятельства и наблюдает, как мы реагируем на Его дар. На Его испытания для нас. Но преданные уже очень хорошо знают, что практически все, что с нами происходит, это испытания. Если человек не касался еще литературы, Шрилы Прабхупады, то он может быть в иллюзии, что здесь, в этом мире, можно наслаждаться. Но преданные, они знают уже, что наслаждаться опасно. Лучше расположить себя как слуга, слуга, слуги, слуги, слуги. И тогда, если нам что-то положено, как наслаждение, оно придет, само собой. Не надо к этому стремиться. И вот в этой истории с пахтанием Молочного океана, там полубоги тоже попали в затруднительное положение, обратились к Вишну. Но там они напрямую пришли. И просили его заступиться, но он им сказал, вот вы должны подружиться с демонами. И, ну, по крайней мере, на какое-то время заключить с ними союз. Здесь Адити обращается к мужу. То есть фактически она принимает его как гуру. И это более ценный вариант для развития преданности. Кришне нравится, когда не напрямую к нему, а когда человек предается кому-то старшему. В данном случае Кашья появляется старшим для Адити, для своей жены. И это также очень важный аспект вот этого Баджана Крии нашей практики под руководством гуру. То есть реально, действительно принять его старшинство, верховенство и исполнять обязанности конкретного человека, наставления конкретного человека. И также еще, чему учит Восьмая Песня этими всеми историями, тому, что как нужно выполнять свои обязанности. Фактически полубоди, они могут служить иллюстрацией или проекцией людей, которые идеально научились выполнять свои обязанности. То есть мы знаем Бхагавадлита, начиная с того, что Кришна в третьей, четвертой, пятой главах до шестой включительно, он описывает Нишкама-карма-йогу, прославляет. То есть это фактически выполнение своих обязанностей без привязанности к плодам. Дхарма. Но вот здесь в восьмой песне глубже раскрывается эта тема. Говорится, что даже если вы будете исполнять свою дхарму, но она не будет исполняться в контексте саната на дхарме, то есть не будет исполняться в контексте преданного служения Господу, вы даже исполняя дхарму можете запутаться. Она вас будет запутывать. Ну, тут говорилось в предыдущих стихах, что дхарма, ардха, кама это то, что практикует человек, исполняющий дхарму. начиная с дхармы, исполняет обязанности, потом, если он исполняет обязанности, к нему приходит ардха, богатство, процветание, на высших этапах даже могущество мистическое может прийти, то есть сердце очищается, потом автоматически приходит возможность наслаждаться результатами исполнения своих обязанностей, то есть все начинается с дхармы, но и потом, когда человек разочаровывается, он понимает, что это уже было много раз, я уже так делал, я исполнял обязанности, приходил к возможности наслаждаться, это было много раз уже в моих жизнях многих, он приходит к разочарованию этого алгоритма и начинает стремиться к освобождению, к мокше, то есть это вот четыре мотива, о которых все веды, в общем-то, большая часть вед, она посвящена именно этому, но здесь говорится, ну, еще в четвертой песне, в принципе, начались вот эти вот истории, которые учили тому, что просто занимаясь хромической деятельностью, ну, там это были жертвоприношения, жертвоприношения Дакши, вот, то есть это то, к чему учат в целом веды, там возникали множество конфликтных ситуаций, вот, и здесь тоже мы видим, что хотя это полубоги, хотя это гун о благости, если даже человек действует как полубог, то есть он научился идеально исполнять свои обязанности, все равно он запутывается и все равно у него возникают проблемы, вот, и что же тогда является решением всех проблем, вот, решением всех проблем является преданное служение, вот эти враты, которые Кашьяпа дает своей первой жене, второй жене, ну, в общем, мы видим, как даже решая материальные проблемы, исполняя свои материальные желания, нужно знать, как это делать, в каком контексте нужно выполнять свои обязанности. ошибочное исполнение, как люди обычно делают, они, у них много материальных желаний, они каждое желание пытаются в отдельности как-то решить, то есть если я хочу быстро ездить и комфортно, мне нужна машина, для этого мне нужно заработать денег, для этого мне нужно хорошее образование, чтобы получить хорошую работу, то есть целая цепочка того, как мы будем решать все эти наши бесконечные желания, которые являются в нашем сердце, вот я хочу иметь семью, там тоже самое, все одинаково, и люди не задумываясь бросаются в этот омут современной жизни, и мы видим, что жизнь ускоряется, и доходит дело даже до воин, жестокости, когда люди в иллюзии, что они смогут решить свои проблемы традиционными способами, сразу же возникает соперничество, то есть борьба за ресурсы, когда люди договорились, они какое-то время могут существовать как бы нормально, ну, в общем, исполняя какие-то законы, взаимные договоренности, организации объединенных наций, но когда, поскольку в основе этого все равно лежит ложь, потому что люди отвергли Бога, и они пытаются решить все собственными силами, какое-то время эту ложь удается сохранять, но потом нарыв прорывает, возникает война, соперничество приобретает открытую конфронтацию, то, что мы сейчас видим. то есть, ну, и если идти к источнику, почему это все происходит, то, как здесь задавали вопросы, причина этого ложного эго, которое является очень тудим узлом, связывающим нас, привязанности, которые проистекают из отождествления себя или с телом, или с умом, очень и очень сильны, как Гуру Магарадж, он говорит, это ригидная структура. То есть, если мы понаблюдаем за собой, мы увидим, что мы каждый день исполняем одни и те же неправильные действия, наступаем на одни и те же грабли. То есть, даже зная, как правильно, мы все равно в очередной раз убеждаемся, что мы опять совершили что-то не то. И как же с этим бороться? Ну и как обычный алгоритм, люди решают каждое свое желание по отдельности материальными традиционными методами. Альтернативой этому является то, что мы поклоняемся Богу без присваивания результата по себе. То есть, когда мы отказываемся от плодов, это в сознании такой, ну я не знаю, трюк не трюк, но мы должны пытаться, во всяком случае, в этом наша практика заключается, что я делаю эти обязанности, а результат зависит от Кришны. И если Кришна видит, что это не просто трюк, а если он видит, что это искреннее желание таким образом действовать, доставить ему удовольствие, то тогда он дает нам все желаемое. То есть, даже получить материальные результаты можно, идеальным образом исполняя свои обязанности, если мы искренне, ну, тоже вот буквально вчера какая-то лекция искренность. Что такое искренность? искренность это разум. То есть, мы просто на уровне разума даже, еще без какой-либо спонтанности, просто на уровне разума. Если мы понимаем, что все результаты, вчера Набхи Прабул вспоминал о Бактарам Ягде, Тапасам, Сарвалокам Ахешварам, то есть, если мы понимаем, что все результаты зависят от верховного наслаждающегося, то наша жизнь будет проходить достаточно гладко, потому что мы ничего не тянем на себя. Мы все стараемся отдать Господу и Он дает, потому что почему бы не дать, если мы все выполняем правильно, Он дает нам результаты. Мы знаем Дрова Махарадж, когда он получил благословение, как бы Вишну открыл ему понимание, знание, видение себя. Дрова Махарадж говорит, да не нужна мне уже это, не нужно мне это царство, нет уж, нет уж, ты просил, пожалуйста. И не знаю, кто как, но я много уже раз убеждался в том, что я начинаю получать то, к чему раньше стремился, тогда, когда мне это уже в общем-то не нужно. я принимаю это понимая, что да, я этого хотел, я это получил. Вот такой вот Господь. ну, еще, что интересно было бы сказать в этой связи, эти темы поднимались, фактически мы видим, что полубоги и демоны, они то одна сторона берет вверх, то другая сторона берет вверх. и демоны получают силу от кого? От гуру. Но гуру, он же тоже не источник этой силы, он просто использует силу Господа. То есть гуру это величайший мистик, он оживляет полубогов и Бали Махарадж благодарность Шукрачаре, он начинает действовать и получает силу, и таким образом он получил силу изгнать полубогов Израильского царства. Полубодли они тоже получают силу от Брехаспати, то есть они да, они могущественные живые существа, но тот, кто обладает духовным знанием, он превосходит их, он дает им знания, силу действовать, то есть они как бы действуют каждый убежденный в своей правоте, и сила, которую получают и те, и другие, в конечном счете, она исходит от Вишну, то есть он дает эту силу, и каждый на каждой стороне уверен, что истина на моей стороне, я прав. то же самое было и на поле битвы Курукшетра, то есть обе армии, они сражались не на жизнь, не на смерть, считая, что они сражаются за правое дело. И перед битвой в Махатхарате описывается интересный эпизод, когда Дрихараштра и Санджая беседуют, и Дрихараштра услышал много очень правильных вещей, которые ему рассказывал Санджая. Он в отличие от многих современных политиков и правителей, он был мудрый человек, и он не боялся окружать себя людьми, которые могут им сказать правду. И в этом диалоге он сказал, ну хорошо, как тебе, Санджая, как тебе удается понимать, где находится Кришна, потому что вот то, что я сказал, каждая противоборудовая сторона считает, что правда на ее стороне. А где же на самом деле Бог? Потому что Бог как бы поддерживает и ту, и другую сторону. как я уже сказал, они все получают энергию, силу, они получают источника этой силы, от Кришны. Но Дрихараштра, он понял, он заметил, что Санджая, он каким-то образом различает, где же на самом деле находится Кришна. Кто действительно прав, в абсолютном смысле, а не в относительном. И Санджая, отвечая Дрихараштре, он сразу цитирует Вишну Пурану, он говорит о качествах, которыми обладает Кришна. Это шесть качеств гьяна, бала, айшваря, вирья, тэджас, шакти. То есть гьяна это знание настоящего, прошлого, будущего, видение, прозорливость, понимание всего, как все устроено, как источник всего мироздания. Бала, физическая сила, ну тут можно вспомнить много историй, где Кришна совершал нечеловеческие подвиги, тот же холм Гавардхана, который он держал маленьким мальчиком на мизинце в течение семи дней. Ишваря это мистическое могущество, то есть богатство материальное, какие-то дворцы, это все естественно мы знаем дворака, это великолепие, но это все результат практически мистического могущества Кришны. поэтому йоги стремятся к этому, мы знаем, что одно из уловок Майи даже для могущественных йогов это то, что очень трудно удержаться воспользоваться тем могуществом, которое приходит в процессе практики йоги. Но Кришне нет опасности в этом, это единственное живое существо во всем мироздании, во всей вселенной, для которого нету опасности это все иметь и пользоваться этим. На то он и верховно наслаждающийся. Вирья это сила органов чувств, то есть он очень проницателен, он понимает и проникает в эти ситуации куда более глубоко, чем мы, потому что наши органы чувства не позволяют нам с такой остротой все чувствовать, все понимать. Теджас это обычно переводится как сияние, но многие комментаторы переводят как красота Кришны, то есть это сияние возникающие от его красоты. Мы знаем, что Бали Махарадж он даже пошел против своего духовного учителя, эта история впереди у нас будет, потому что он был привлечен необычайной неземной костой Господа, или в истории с пахтанием молочного океана, когда демоны отдали Махине Мурте нектар, для того, чтобы она поделила, хотя она предупреждала, что она может их обмануть, но они были привлечены ее красотой и они посчитали, что они награду свою уже получили, то есть уже одно то, что она с ними общалась, уже одно это было для них достаточно, они скушали обман, который Вишну в образе Махине Мурте им приготовил, вот, и шакти это энергия, это источник бог всех энергий, это богаван, вот, и напомнив об этих качествах, Санжая сказал, а, ну и Дрихараштра говорит, все-таки, что позволяет, что отличает твою бхакти, что делает ее такое, что ты можешь видеть, что Кришна это бог, что ты понимаешь, что Кришна это бог, что он обладает этим всем, потому что и я вижу Кришну, и ты видишь Кришну, я не понимаю, что он бог, хотя он тоже здесь немножко, он хотя бы допускал, что Кришна мог быть богом, в отличие от Дурьоданы, который был полностью в невежестве, но здесь он говорит, что я не понимаю, что Кришна бог, а ты похоже понимаешь, что делает твою бхакти такое могущественное. И Санжая говорит, что интересно, что он ответил, что же делает его бхакти такой. В его ответе, я не помню, как там не нашел санскрита, ответ ответ почти тавтология. То есть он сказал, что я знаю, у меня есть знания, и поэтому я знаю, а у тебя нету знания, и поэтому ты не знаешь. Но он в обозначении слова знания применяет слово видео, то есть фактически я вижу, а ты не видишь, ты слеп. Можно было бы очень рискованно это было говорить слепому царю, и мы знаем, что слепота Дрихараштры она имеет и прямое значение, он был слеп, не видел глазами, и он был также слеп внутренне духовно. Вот как раз об этом здесь Санжая говорит. вот и он говорит, что чтобы что я делаю первое это я полностью понимаю, что я не тело. Это самое сильное как бы с этого все начинается. Это собственно корень всех наших проблем овидья. Вот это невежество это ложное эго о котором я уже упоминал. То есть я считаю что я не считаю что я тело. Второе то что вытекает из первого я не занимаюсь бессмысленными ритуалами. Я не делаю ничего такого что казалось бы мне нужно было бы делать чтобы моему телу было хорошо. вот вот это бессмысленные ритуалы это то на что тратят свою жизнь большинство людей. И мы по инерции еще тоже можем это совершать даже занимаясь преданным служением даже проводя пуджу божества мы можем заниматься бессмысленным ритуалом если мы не понимаем в каком контексте его что это сам господ что это наша задача доставить ему удовольствие рупа госвами в определении арчины говорит что это деятельность там предложение благоприятных предметов после очищения с произносением мантр после очищения очистительных процедур но цель арчины доставить удовольствие к господу это сам корень как бы всего и вот если мы чем-то занимаемся какой-то деятельностью то если мы теряем этот аспект то это бессмысленная трата времени и санжая говорит я не делаю бессмысленных ритуалов то есть я не делаю ничего что не связано с тем что доставляет удовольствие господу и не может принести реальные блага душе и третье я в таком состоянии занимаюсь бхакти то есть вот он назвал три этих условия чтобы мы их заполнили я на заполнили хорошо я на этом остановлюсь чтобы это было последнее что я сказал то есть это очень важно эти важные качества то есть я не тело я ничем ерундой не занимаюсь я занимаюсь бхакти вот три вещи аре кришна если есть какие-то вопросы дополнения а можно вот в этом контексте равенство по отношению ко всему ну у бога как равенство по отношению ну он равен к у него есть такое качество как равна он относится равно как к полу богам так и к демонам ну из лекции можно так по крайней мере понять было то в каком как это можно применить если есть зло есть добро например это попадает в ту же самую категорию равенства то есть бог одинаково относится и добру и злу ну демоны у нас представители зла ну как мы знаем они все делают наоборот они все ну можно сказать это зло бог относится к этому равно да он относится равно потому что он всегда стреляет возможность демону стать полубогом ну не полубогом а бери выше значит преданным вот другое дело что полубоги это те которые действуют таким образом то есть они решают свои материальные желания материальные проблемы обращаясь к господу а демоны не действуют таким образом они решают свои материальные проблемы традиционными методами даже то что они обращаются к гуру можно сказать что это веяние ведической культуры то есть сейчас вот культура это ослабела мы знаем 70 лет нас коммунистическая культура воспитывала вот сейчас уже идет поколение тех кто воспитывался при вот этим развитом социализме и выхолощены вот эти вот вещи то есть осталось фактически то что я сам себе хозяин мне не нужен старший вот но если говорить о добре и зле то нет проблем вы можете даже будучи демоном прийти к господу если вас что называется пробила эта идея вы вдруг осознали ну как это со мной произошло то есть сначала я познакомился с христианством там в каком-то его виде и меня поразило то что есть в этом большая правда вот и я начал делать попытки обращаться к этой силе пока это было безуспешно это были начало там начало 90-х вот было разочарование вот но Кришна он все время дает шанс вот и Гуру Магараш говорит что вот это беспристрастие господа она проявляется в том что он действует как древо желаний Калпаврикша и как действует как работает это дерево вы приходите к этому дереву загадываете желание и это дерево выполняет его но я должен к нему прийти я должен попросить вот точно так же и господь в этом смысле все равны перед ним и демоны и полубоги просто у полубогов это уже в привычку вошло а у демонов у них привычки вот неправильная собственно привязанность эти каждый из нас знает демонические наклонности есть вот но потенциально любой может это сделать любой может обратиться к господу и получить от него ответ в этом смысле он равен ну до тех пор пока этот демон не обратился то он ведет себя аморально например то как это можно так скажем пустить так скажем своим просто самотеком получается ну господь ждет когда он просто обдумается а пока он там режет коров убивает детей там и все остальное ну ну что поделаешь он не пришел к этому древу желание не попросился ну пусть будет так ну можно так так можно все это характеризовать да так и происходит то есть господь это допускает да господь это допускает и поэтому в принципе то что происходит насилие Господь это допускает, ну а что поделаешь? Он же равно относится ко всем. Так а где здесь Бог? Где здесь божественность? Где вот эта именно высшая форма благости, любви, эмпатии и так далее, и так далее? Это же как-то не входит в это. Она проявляется на другом уровне просто. Нет, на нашем уровне, мы живем на нашем уровне. Мы на нашем уровне спрашиваем, где эта божественность. Поэтому мы и говорим, что преданные милостиви Господу. Если мы обратимся к преданным, то у них есть эта эмпатия, есть это милосердие. А Господь, Он посылает нам преданных. Нет же так, что на каждое живое существо есть преданный, который будет ему на ухо цитировать шастры, убеждать его. Такого же нет. Миллиарды живых существ, которых нет такой удачи встретиться с преданным. Он посылает. Ну посылает, но все равно это как-то неубедительно. Если Он мне послал, то Он всем людям тоже посылает. Это какой-то случай, это какая-то удача. Он очень сопротивлялся сильно. Я и сейчас сопротивляюсь. Но если Он мне послал, то Он каждому посылает. И в этом Его милость, Его эмпатия проявляется. То есть Он посылает Шива Прабхупада, Он посылает вас всех для того, чтобы я мог что-то понять и что-то почувствовать. Таким образом Господь проявляется. А когда уровень повышается, то есть те наши духовные учителя, которые имеют личный духовный опыт, они уже чувствуют напрямую что-то. Ну и я говорил, что задача восьмой песни научить нас обращаться к Господу через парампору, через гуру. Это принцип, который Кришна очень сильно требует. Поэтому сейчас нам говорить о том, что Он меня конкретно не слушает эмпатически. Он дал эту систему. И учась в этой школе с вот этой вот парампорой, с вот этой цепью учителей, которая все это до нас доносит, Его милость. Мы меняемся, меняются качества наши. Мы становимся вот такими, как Санжая, должны увидеть этот идеал. Простите, я еще... Уже время, я... Да, уже время. Да, мне тут написали... Можно после подойти сейчас? А? После лекции к вам можно подойти? Ну, вы мне эту бумажку дали. Пожалуйста, я просто... А, ну сегодня я кадыш, завтрака нет. Ну, можно вот этот момент, допустим, когда браманы... Помните, история с этим, с Вену, царем Вену? Когда браманы его не смогли уразумить своими наставлениями, они просто собрались и уничтожили его, этого Вену. Почему? Вену? Да, да, да. Ну, когда они его просто... Помните же эту историю? Да. Царь Анга был очень раздосадован этим сыном своим. И когда ему нужно было исполнять обязанности царя, а он не годился к этому. И он был очень противоположным таким примером. И довел браманов до вот этого вынужденного их проклятия его, этого Вену. Ну, это же известная история. Это что? Это известная история, как браманы, они решали судьбу вот этого Вену, который не подчинялся их уразумениям и совершал плохие, так скажем, мягко выражаясь даже поступки. Так в чем вопрос? А вопрос в том, что почему сейчас нету такого решения браманов и не устранить вот этого Путлера, который там на уши всю землю и он живет и здравствует до сих пор. Ну, сейчас, скажем, юга. А, то есть сейчас уже не работает. Браманов, да. Ну, пытаются там что-то, ягья проводить. Так как где же истинных браманов нет уже, да? Да. Или что? Гранд харат шамат Бхагаватам ки джай, шевепрупады ки джай, дегора премананда. Гранд харат шамат Бхагаватам ки джай